Всем привет, наши дорогие зрители. Вы на канале Семен и Чемоданах, меня зовут Славян. Вот тут я оставлю свой инстаграм, не забывайте на него также подписываться. Сегодня у нас новый влог, новый день. Это значит, что мы будем делать новые дела, показывать вам шикарные места в Алании, смотреть на море и кучу всего интересного. Я вас приглашаю в этот выпуск. Погнали! Утро. Начинаем, как обычно, завтрак. А у нас на сегодня будет овсяночка. Я ее сходил вчера, купил. Вот она, прям такая крупная, интересная. И, естественно, мы все это дело сделаем с бананом. Бананы местные, безумно вкусные. Можно еще и фиников добавить тоже вчера. Пачечку взял и попьем кофе. Мы своих пацанов хотим сводить на елку. Здесь Махмут Ларе будет проходить елка. Насенька нашла ребят, написала им, мы ждем ответ. Сейчас они ответят, я вам подробненько расскажу. Насеньки сейчас ответили с этой елкой по цене. И вот у меня прям в башке даже не укладывается. На всех афишах в городе реклама 270 лир. Организовывают, как я понял, это русскоязычный, ну тут Махмут Ларе. 270 лир на одного и 250 как бы на второго, если приходите. 250 и 220. А, 250 и 220. В итоге они скидывают карту 3,290. Хотя по курсу лиры 5,5 это 2,500. У нас здесь, если типа, почему такая цена... Вы знаете, мы типа считаем по 7 рублей. Типа мы там подарки покупали. Я говорю, так подожди, давай мы в лирах сейчас им наликом просто принесем и все. Это вот менталитет что ли такой, типа, навариться, обмануть что ли? Я прям, нифига себе, меня аж вкроет. Я говорю, не пойдем тогда мы на эту елку. Либо наликом отдадим 270 лир. Немножко покажу вам виды, какие открываются с нашего лифта. Мы живем, значит, в большом жилом комплексе Мэй Марин. Здесь, по-моему, 8 блоков. Вот, и у нас тут есть такая дорога, где открывается шикарнейший вид. Посмотрите, такая дорога уходит вниз. Вид на море. Шикардос. А если повернуть голову, то открывается вид на горы. В этом жилом комплексе есть, смотрите, вот такой вот парк. Называется он, соответственно, тоже Мэй Марин. Мэй Марин парк. Я сейчас здесь оставляю всех своих. И отправляюсь показать вам один объект, который строится. Сейчас мы вместе с ребятами доедем. Привет, привет. Вот, они уже даже подъехали за мной. Покажу вам и продолжим с вами наслаждаться этим замечательным днем из Турции. Вчера был неплохой денек, потому что люди из города Батайска сделали предоплату в комплексе Exodus Resort, который сейчас строится. Я уже делал видео на обзор этого комплекса. Мы там поднимали дрон, делал красивый кардер и показывал, какие там виды. Также я уже показывал в выпуске, как проходит сделка. И сейчас в этом выпуске я еще раз вам покажу. Мы сейчас едем в офис застройщика. Все, мы добрались. Сейчас покажу весь процесс. Но на тот выпуск, когда там ребята из Новороссийска покупали две квартиры, вносили 6 тысяч евро, также сделка проходила онлайн. Тоже оставлю ссылочку в описании, вы обязательно его гляньте. Так, смотрите, сейчас, значит, нам распечатали договор. Саша проверяет, чтобы все было указано правильно. Каждая буковка вот по паспорту. Это предоплата. Предоплата всего тысяча евро. Улья ставит подписи на каждой бумаге. Этот договор прилетит уже вместе с Юлей в Россию. Она передаст его в Батайск. Все, значит, ложится в такую красивую папку. Вот он весь договор. Я вам покажу. Собственно, вот он, Exodus Resort. Вот всякие номера квартиры. Вот, все здесь есть. И дальше график платежей. Первый платеж будет 50%. Да, и вот дальше еще 4 платежа. А это стоимость непосредственно квартиры. Сейчас вам покажу планировку. Да, и что входит, нужно посмотреть. Будет дальше. Ага. Дальше. Все спрашивают про коммуналку. Какая здесь будет коммуналка? 5-6 тысяч, да, примерно. Ну, получается, Айдат, да, дискриминалка Айдат. Айдат где-то 500 евро за год. За год. 500 евро за год. Дальше, ну, переводите сами. Сейчас 85 рублей, по-моему. Айдат полностью обслуживание комплекса, да, чипка бассейнов, уборка территории. В общем, все, все. Ну и плюс еще свет вода. Да. Уже входит. Не входит. Нет, плюсом, вот. Вот, я про это говорю, да. То есть... Вода тоже, как в России, то есть, нужно дороже. Так, это чек. И вот, что будет входить непосредственно уже в сам комплекс. Можете на паузу поставить и почитать. По-моему, обалдеть. А вот планировка. Сам комплекс. И вот эту квартиру ребята, получается, приобретают. А сколько здесь квадратура? А, 42, да? А какая? 51. 51. Это 1 плюс 1. Вот, все. Вниз, Алиэм. Или чек, пожалуйста. Ага. Вот. Все, все это дело летит в Россию, в Батайск. А сейчас мы едем как раз в тот комплекс, который будет строиться. Даже цен еще нету. Есть огромный шанс сейчас зайти на стадии стройки. Да, вот, короче, в Турции про этот комплекс вообще никто не знает. Сказали о нем только нам. Это прям эксклюзив. Вот. И сейчас все покажем, какие будут виды, где он будет находиться, от скольки я вам уже прикрепил, и что там будет сейчас тоже вам чуть попозже расскажу. Ребятки, посмотрите, в каком месте я нахожусь. Те, кто давно за нами наблюдают, знаете, как я люблю горные реки, как я люблю горы. А здесь вообще посмотрите, какие они высоченные и заснеженные шапки. Через реку у нас находится парк. Здесь есть мост. И хочу вам как раз показать, мы сюда вот приехали, где будет строиться вот этот жилой комплекс. Вот его будущая площадка. Те, кто возьмет этажи повыше, соответственно, у вас будет вид на море. Сейчас я вам все с дрона покажу. И, соответственно, будет вид на горы. В принципе, даже в любую сторону, в какую бы вы ни купили квартиру, у вас будет вид на горы. Вот вкруг вам сделаю. На горы, на высокие горы, прям заснеженные шапки. Вон, смотрите, в снегу все. Здесь вид тоже будет на горы и на реку. И с этой стороны будет вид на море. Вот такая вот площадь. Ну, а теперь давайте, чтобы понимали, насколько будет интересно жить на этажах повыше, я подниму дрон и вам все покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Мы от этого будущего комплекса доехали до моря, чтобы вам тоже показать, какой здесь пляж. Ехать буквально 800 метров, ну, либо идти. Есть пешеходный переход, это очень хорошо, через дорогу. И есть выход на пляж. Вау, заодно вам сегодня покажу море. Спущусь сюда. Дикие места, дикий пока пляж. Ай, какая красота. Так, как оно сегодня бушует. Судя по песку, волны прямо сюда доходят. Я прямо проваливаюсь. Ау, вот это сегодня мощь. Я надеюсь, вам будет видно, как брызги идут вот туда, вот в сторону дороги из-за волн. И сейчас дышать таким воздухом особенно полезно. Вот, посмотрите, как оно. У-у-у, какие волны. Ой-ой-ой. И вот такая вот красота, конечно, может стать и нашим, и вашим. За цену вы видели. Просто пока снимаю данный выпуск, я пока цену еще не знаю. Их нам объявят только завтра. Приехал домой и забыл, что у меня только одни ключи, естественно, они у Настеньки. Она же с детьми гуляла. Хорошо, что они дома. Я уже Настеньке позвонил. И она отправила мне Томика. Он должен уже бежать ко мне. Вот он бежит. Тёма, открывай папе двери. Да, немножко. Не-не, сынок, вон там нажимай на эту штуку, Тём. Да, вот. Папа, я один спустился на них. Красавчик, спасибо, ты меня спас. Мы там играем в планшер с родиком. Да чуть-чуть. Да, всё, идём домой. Я зашёл домой, Настенька рассказывает интересную историю, что сегодня с ней приключилось. Пока я ездил, вам показывал. Короче, это, знаете, такая рубрику такую ведём. Приключения Настеньки без зловян. Да, отдельные клависти. Настя, это отдельный вид искусства, когда одна остается. Короче, у меня деньги на счету в Сбербанке, а на карте нету, но я забыла, что я их не вывела и иду такая с детьми. Хочу купить шаурму, потому что очень сильно голодная. Понимаю, что ещё гулять долго до обеда, я хочу есть. Пойдёмте туда, ну, в магазин, типа, где мы с папой курицу покупали. Ну, пойдём. Там был же русский парень, который по-русски понимает. Да, 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 но... А сегодня, конечно, там был другой, он не понимает. Он говорит, а ещё так вы хотите, там, я такая, да, шаурма. Да, да, шаурма, всё, ништяк, сарма. Я говорю, ну, шаурма. Смотрю, там они что делают, иди одну ланчу-то делать. Дает на тарелку в итоге. Я так стесняюсь, посмотрю, думаю, ну, надо проверить, что они там за шаурму такое положили. Открываю, а там, типа, долма в листьях виноградных, только без мяса, листом просто. И это называется сарма. Я потом вышла, прочитала, там у них, типа, домашняя кухня турецкая. Сарма называется. Ну, как-то стыдно уже стало, не объяснить ему. Ну, я ещё и рассчиталась такая, и пошла. А у меня денег на карте, оказывается, не было. Но я этого не знала. Они мне ничего не сказали. Я пошла в соседнюю палатку детскую. Подожди, мы ещё пошли в детскую палатку. Да, ну, короче, мы теперь за шаурму за твою деньги должны. Да, надо зайти отдать. Короче, мы зашли ещё в детскую палатку, взяли пистолеты, поценток долго выбирали. Короче, я расплачиваюсь. Он говорит, нет денег. Я говорю, как нет денег? У меня там много денег, говорю. Я говорю, как нету на пистолеты, там 200 рублей. Он говорит, нет денег, нет денег. Я говорю, всё, хана, думаю, у меня на расстоловке там все деньги списали неправильно. Что-нибудь бежим домой вай-фай подключать. Заходим, короче. Я смотрю, там денег-то нет. Я думаю, ну, ё-моё. Вот такие приключения Настя. Пропадёт, пропадёт без меня. На обед уже Настенька готовит суп лапшу. Я думаю, что сейчас пообедаем, и надо, наверное, куда-нибудь сгоняем вместе с вами и погуляем. Представляете, мы живём в этом комплексе уже достаточно количества дней. И самое, что интересно, даже в первые дни, когда мы сюда заехали, я показывал и удивлялся. Блин, почему вот здесь вот сделали для коляски, а вот здесь не сделали? И сегодня, спустя несколько дней, я узнал, что здесь есть второй выход, который как раз и предназначен для колясок. Здесь, по крайней мере, даже дверь так не хлопает, как хлопают там. И здесь полностью спуск. Так что если вы вдруг приехали в Турцию, думаете, что здесь что-то сделано не по уму, скорее всего, вы что-то не заметили и не видите. Так, стояли-стояли возле дороги, и в итоге решили прогуляться в эту сторону, посмотреть, что здесь есть. Я уже ходил, ходил ночью в Мигрос. Вот, видали? Плюс 20. Куртки, пуховики, шапки. И на самом деле на улице, да, очень тепло. Но в таких городах, так же, как и в Сочи, одевается кто как хочет. Кто-то шубу напялить, кто-то в футболках идет. Так. Что-то хотят опять здесь. Зачем? Так мы же, я же им обещала. Сейчас там посмотрим, может, другие пола. Пойдет, может, другой магазин есть. И покрючим. Так, вот здесь, как я покупал, как-то финики. Вот за чай. Ага, за 20 лир. Но на рынке, на рынке гораздо дешевле. Если вы соберетесь приехать в Турцию, то, знаете, на рынке выходного дня, все гораздо дешевле, чем в супермаркетах. Вообще, вот прям разница ощутимая. Особенно если вы берете там какими-то типа пакетами, сумками, то однозначно рынок. Идем просто, я не знаю, они отсюда встают. Мне нужна мыла, которая делает ботокс. Там написано, что... А ботокс это что? Че это такое? Типа морщины там разглаживает все дела. Ботокс это же накачать губы. Почему? Ботокс это входит сюда, чтобы не было морщин. А, да. Ой, а у тебя ты прям заплыла морщины. Там просто такое мыло красивое, классное. Можно купить, умываться им. Все, до свидания, все, хорошего. Мы спускаемся к морю. Я уже говорил, что нам до моря идти буквально считанный метр, буквально 7 минут. Здесь здесь что-то все выпрашивают, выпрашивают. По новой игрушке, конечно, их обломать не можем. Настенька вообще их, в принципе, всегда поддерживает. Вот. Сейчас что-нибудь выберут себе. И пойдем дальше. Здесь очень красивая, кстати, вот эта вот дорога. Проезжая часть, тротуар. Особенно если к нам туда подняться наверх, вот на холмик, который вон там вот, то отсюда открывается великолепный вид на море. Вот его сейчас не очень видно, потому что закат. Утром потрясающе, когда солнце только встает. Еще я в Махмутларе заметил, что здесь есть огромное количество прокатов машин. Они на каждом углу. И, в принципе, в Турции огромное количество барбершопов. Здесь почти никогда не увидишь турка такого лохматого, как я. Я вот уже думаю, что нужно идти подстригать себе бока барберы. Но, конечно, немножко очкую, как им тут объяснять. Попадусь на коренного турка, и вообще будет трындец, подстрижет меня какого-то. И Настя скажет, молодой человек, вы кто? Но, конечно, однозначно нужно сходить. Кстати, хочу вам показать баннер. Настя, пойдем, подойдем. Это Алания. Это крепость Аланийская. Что? Да. Я вот очень хочу сюда съездить погулять. Я сегодня ездил, был как раз вот на вот этом вот базаре. Здесь ходили мы. И обязательно с вами в следующих выпусках сходим, пройдемся, посмотрим, какая там красота. Так что подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик. Да, столовая. Тут люди кушают. Здесь уже такая столовая. Кстати, сейчас не стал в тарелке им камеру наводить. Вот прям по-русски, знаете, типа суп купил, на тебе вам суп поставил. Подача не турецкая. Да, подача не турецкая вообще. Вот, а здесь уже вот такой какой-то барчик. Ну что, мы выходим с магазина. Пацаны, вот такую штуку, пожалуйста, до свидания. Купили любимых своих супер-героев. Все, и мы продолжаем. Я надеюсь, теперь мы дойдем до моря. Я вот вам сегодня уже показывал море, но вечером волны гораздо мощнее. Мы сейчас пройдем на пляж. Пляж называется Flower Beach 1. Вот так вот я вам покажу. Смотрите, вот Flower Beach вывеска. А этот называется Maray Duca. И главное, что посмотрите, какие серьезные сегодня волны. Какие брызги. Я обязательно сейчас подниму дрон. Обязательно. И сами полетаем. Вот смотрите, мы только спустились на пляж. Здесь сразу же есть кафешка. Настя говорит, где мы уже купим чай. Есть лежачки. И люди все отдыхают. Есть вот такое замечательное кольцо. Такая фотозона, да. Самое главное, глядите, какие сегодня гигантские волны. От волн отлетает вот эта вся морская вода. Смотрите, что за волна какая. Просто обалдеть. И волны прямо вот до сюда-то и доходят. Ну, конечно, мы с вами сейчас по экстремальным подбежим. Смотрите, какая волна. Охренеть просто. Просто что-то нечто. Тем, сюда волна заходит, не надо. Вы сейчас все вымахнете. Гляньте, гляньте, какие волны. Ой-ой-ой. Да, если ты серфер, здесь неплохо можно сегодня покатать. Ну все, волна пошла. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И снова идем. Так, надо, чтобы она, правда, немножко отошла, иначе меня... А вот здесь я вам покажу. Не ходите в воду, вымахните. Здесь вот я вам покажу знаменитые Макмутларские пляжи. Я вот, представляете, если здесь не знать этого, резко забежать и попасть вот в эти вот камни. Прикиньте, как ноги можно себе повредить. Смотрите, как они сильно торчат. И весь берег такой. Ой-ой-ой. Ух. Блин. О, накрывает. Сколько пены. Сколько пены. Так, пляж со стороны. Море вам покажу. Да, вот здесь вот мы сейчас обязательно с вами вот тут вот прям сделаем такой пролет великолепный. Улетим вон туда в море. Посмотрим на волны. Подлетим к этим волнам. Я, конечно, очень боюсь всегда подлетать к волнам, потому что волна может, ну, как бы, черпануть дрон. Я так летал и в Сочи, летал и в Крыму. И всегда это, как говорится, сжимается в одном месте. Да, потрясающе. Просто потрясающе. Вот можно прям на эти камни встать и быть накрытым. Да, что-то нереальное. Очень круто. Сегодня прям наслаждаюсь этими волнами и с утра, и вечером. Просто нереально. О, Радюлька бежит. Радюлька, как тебе волны? Как. Огромные? Да. Артем, как тебе волны? Огромные? Кайфовые. Кайфовые. Гигантские. Да, на Черном море, конечно, не такие вообще. Такого моря никогда не видела. Ну, вообще гигантские. И оно чистое. Вот, если в Сочи море штормит, то, как правило, море становится коричневое. То есть здесь оно, вот как и есть у него цвет красивый, так и есть. Сочи моря никогда не видела. 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Заказал Настеньке чай Думал, с собой в стакане взять Они говорят, нет, с собой Стаканов нету, принесут как обычно Я ему показал, что мы Вот тут вот с краю на лежаке сидим Он говорит, да, окей И говорит, рассчитаться тоже потом Так, смотрите, для вас снимает камера Прекрасный закат, сейчас я вам его включу Настеньке принесли чай В чем показать, сколько людей Сегодня пришло на этот Потрясающий закат Потрясающие, нереальные краски Класс Ну все, теперь насладитесь Закатом Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Артемочке Мы заказали манты Заказали пацанам Такая подача Вот это получается салат Винегрет, оливье, соусарь Это такое все как бы Входит в подачку Интерьер Заведение очень интересный Здесь как бы меню на русском Цены указаны в лирах Ну такие доступные достаточно Сначала сидели здесь Потом он к нам подошел И говорит, вы пересаживайтесь Иначе тебе вам будет неудобно Детям Вот, садитесь сюда Бабух установлен Ну так вот, интересно, прикольно Ну и плюс можно Посидеть еще На улице Так, ну и смотрите Нам принесли Хинкали Хинкали Пельмени У пацанов Они безумно вкусные Вот как домашние Там чисто Мясо Так, и вот пидешечка Все, нам приятного аппетита Будем кушать Слушайте Я, конечно, так объелся Даже пиды не доел Самое классное Посмотрите, какая подача чая Во-первых, ну, кружка, да Как бы Назовем ее русской Если можно, да Печеньки Из детства Шоколадка Турецкая И вот эти турецкие сладости И самое, что интересно Что чай принесли Не перед едой А в самом конце Все, это у нас вышло На 215 лир Еще С собой взяли Я очень надеюсь Что вам понравился Сегодняшний закат Вообще, в целом Понравился вам Сегодняшний влог Я буду стараться делать Выпуски вот такие Вот максимально насыщенные Чтоб вы получали Максимально пользы В каждом нашем видеоролике Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Выпуску Поддерживайте канал Нам очень нужна Ваша поддержка Я с вами прощаюсь Увидимся уже с вами Скоро Уже завтра В новом видеоролике Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok